Дресс-код Дресс-код Любую теорию нужно поверять практикой, поэтому решил пройти испытание высоким каблуком. Это шпилька 10 сантиметров. Для полноты ощущений я надел капроновые гольфы. Ну а туфли взял на размер побольше, чтобы вошла нога. Надеюсь, они рассчитаны на центнер веса. Но вот стоять уже неудобно. Сейчас попробую пойти. Чувствую себя первым человеком на Луне. Историки моды утверждают, изначально ходьба на каблуках и была тяжелым трудом – крестьянским. Их прообраз надели древнеегипетские земледельцы, которые ходили и прокалывали землю, чтобы лучше ее разрыхлять. В 9 веке каблук появился у персидских всадников, аккурат под стремена. Оттуда попал в Европу, где стал атрибутом местной знати. Понравился и женщинам, например, французской королеве Екатерине Медичи, которая в 16 веке заказала себе на свадьбу вот такие модные туфли. Что касается шпильки, то она появилась только три столетия спустя, после Второй мировой войны. И это была большая женская хитрость. Каблук такой формы не просто зрительно удлиняет ногу, а еще и меняет походку. На каблуках женщина чувствует себя менее устойчиво и вынужденно подкручивает тазом, чтобы скомпенсировать свою походку. А в глазах мужчины хорошее движение таза говорит о том, что у нее хорошие кости таза, а значит, она может выносить детей, родить. Из приятного я стал немного выше. Кстати, со стороны всегда казалось, что вся нагрузка приходится на пятку, но это иллюзия. Весь вес на носках. Ощущения неприятные, почти болезненные. Если ходить так долго и регулярно, то можно заработать проблемы с суставами и связками. Плоскостопие, отеки и варикоз. Нарушение осанки. Особо опасны так называемые лодочки и их модификации. Мало того, что стопа приподнята, идет перекрузка переднего свода ноги, плюс зауженная обувь. Первый пальчик на ноге начинает выползать, вырастает, формируется такое неприятное образование. Называется оно по латыни халюкс вальгус, а в простонародье как раз называется косточкой. В итоге на Западе феминистки объявили каблуку войну и к ним прислушались. Европейские девушки, они на каблуках практически не ходят. Но может быть, если на очень торжественный выход. А так вот на улице я не встречала у них вообще очень демократичный стиль одежды. Они не понимают, почему они должны себя насиловать, скажем так. А вот в России все спокойно. Никаких скандалов и протестов. Классические туфли почти неизменная часть дресс-кода. Средний каблук, он также относится к какому-то классическому деловому стилю. Придает какой-то более опрятный деловой вид сотруднику. Поэтому они, конечно, приветствуются без каблуков. Продолжаем эксперимент. Хорошо знакомая ситуация, начальник срочно требует документы. Секретарша приносит их легко и непринужденно. Сейчас попробую я. Не упал. Носить именно высокий каблук работодатели требуют редко. Как правило, на важных мероприятиях и торжествах. Однако здесь инициативу в свои руки, а точнее ноги, берут сами россиянки. Полумеры не одобряют. Или плоские балетки, или сразу шпилька. На которой и в офис, и на свидание, и в магазин за хлебом. Мне, конечно, ближе подход наших женщин, что все-таки, как ни крути, каблук это красиво, эстетично, нравится мужчинам. Даже в Госдуме носить каблук – неписанное правило хорошего тона. Но депутат Ирина Белых никакой проблемы в этом не видит. Но это не должно быть во вред здоровью, в том числе. Понимаете, если у меня есть каблук, то я для себя понимаю, что он для них безопасный каблук до 6 сантиметров. Он удобный, он комфортный. В нем удобно идти по лестницам, удобно держать спину, осанку. О здоровье российские дамы, конечно, задумываются. Одни занимаются профилактикой. Надо иметь возможность обувь переодеть в течение дня. А другие просто мечтают. Как здорово, если дизайнеры изобретут туфли, в которых можно ходить на очень высоких шпильках, и это будет еще полезно. На каблуках надо уметь ходить не только долго, но и красиво. Иначе все испытания лишены смысла. На работу с утра торопятся, наклоняют корпус вперед. И пошла, 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 размахивая руками во все стороны, оттопырив попу. Известная модель Баря Герасимова объясняет, при движении на шпильках надо откинуться немного назад. Помогать руками движение из-за спины наружу. Идти по прямой линии или даже скрещивать ноги. Шагать широко. Не задирайте высоко ноги от пола или от асфальта, поскольку вам будет неудобно стоять на одной ноге длительное время, пока вы шагаете вот таким вот образом. Сейчас и я попробую пройти. Не то чтобы красиво, но хотя бы на прямых ногах летящей походкой. Вот проблемка. Ходьба на сломанных кабуках, конечно, это отдельный вид спорта. К нему я не готов. При хорошей подготовке на шпильках можно выполнять и головокружительные трюки. Однако для большинства россиянок это не более чем цирк. У них свой экстрим. В любое время и в любом месте выглядеть эффектно и быть на высоте. Роман Никифоров, Мария Солопова, Роман Демидов, Сергей Вербицкий, Константин Жуховицкий. Программа «Вместе». Роман Демидов, Сергей Вербицкий, «Адра им ». Продолжение следует...